За КТМ, да, стартует игра, и давайте, поскольку уже давненько, давно, много времени прошло с того, как я озвучил составы, думаю, можно вновь это сделать. Итак, состав команды НАТО с Винтери. Даниил Тесленко, он же Зеус, Иван Сухарев, он же Эдвард, Сергей Ищук, он же Старикс, Егор Маркелов, он же Маркелов, и, конечно же, Алексей, ой, Арсений Треноженко, он же Сеня, он же Есенин, он же сегодня у нас Членя. Вот, ну и состав команды Фнатик, снова я, в принципе, его озвучил, давайте посмотрим за игрой, все-таки у нас очень важный момент. Первый раунд, Нави идет через дом, МАЗ, дом, и Акзист Моди у нас в упоре на Нижней Горочке, давайте посмотрим за ними. Очень аркадно держат, и, ну неужели будет минус? Да, сделал, сделал первый минус. И контры уже в меньшинстве, теперь терроры могут позволить, ох, второй минус от Эдварда, третий минус от Эдварда. Ну, вернее, первый минус был за Деосом, то есть третий минус за командой Нави, но в любом случае, отличные минуса, и в итоге, Гукс и Карн остались вдвоем против Аравы и террористов, и им придется очень-очень не сладко. Карн чекает зигзаг, и Гукс у нас находится на пятой линии, смотрит зелье, при этом Нави у нас перетягивается на открытый плент, через верх-низ, через соточку, но надеюсь, что это не станет каким-то плохим решением. Все-таки где-то рядом здесь Карн, и где-то рядом здесь Гукс, Карн ушел на закрытый плент, Гукс у нас на шестой линии, и, может, нет, его прочекли, дали ему в голову, отличные минуса, причем все в голову, и Карн последний, без шансов, без шансов для Фнатик, первый раунд берет команда Нави. В сухую, а он ли хитшот, я насколько я понял, да, оцените, пять хитшотов, красота, просто красота, и хочется поздравить Нави с первым взятым раундом, тем более за террористов, за атаку, это очень важно, и очень здорово. Смотрим, что придумают шансы на отдаче, Моди, Фриз, Гзиз, все, все у нас идут на открытый плент, засада, засада на открытом пленте, и именно туда у нас собрается команда Натус Винцери, видимо, минус от Деуса, минус от Эдварда, ну, думаю, без переключений обойдутся игроки Натус Винцери в этом раунде, да, 2-0, 2-0 Нави, уверенно, начали вторую карту, и это хорошо. Еще одна отдача у шведов, снова USP, снова они особо ничего не делают, нету деглов, есть одна флеш, возможно, да, видим мы, что флешка у нас у Карна, Карн на открытом пленте, и была, по-моему, флешка еще у кого-то из ребят на закрытом пленте, так что, возможно, на закрытом пленте нас ждет что-нибудь интересное. Модик здесь на девятке почти, Гукс Фриз на Поп-Доге. И Эдвард, Эдвард, Эдвард идет первым, давайте посмотрим за Яном, он у нас пока один в перемычке, Девус уже рядом с ним, около нижней горочки, ну, и пока ребята ждут, просто халдят, контролят позиции, и у нас предлагала халдовая, видим мы, что игроки переместились, Причем, очень умно, очень умно здесь в Светнаве переходит под зелень, потом будет выход на открытый плент, а здесь вообще никого нету, пусто. Все на закрытом пленте, Карн на верхнице, ну и то Карна сейчас будут убивать, убивать с верхнице, так думаю, где у нас там, где у нас, где у нас Эдвард? Эдвард пока не готов ходить через верхнице, но скоро-скоро, я думаю, он пойдет, да, идет Эдвард, прыгает, катается просто на лестнице, Очень нравится ему этим, видимо, заниматься, и в итоге, выход на открытый плент, Карна поднимается по лестнице, его Эдвард, конечно же, убивает, он слышит Карна, Не ожидал Карна, что Эдвард будет именно здесь, и в итоге, спокойный, очень раунд от команды Нави, перехитрили, перехитрили своих соперников, перемозговали, и третий раунд, без сомнения, останется в их копилочке. Именно так и происходит, счет 3-0, а и вот теперь нас, наконец-то, ждет закупочка от команды Фнатик. АПП у Фриса, у остальных М4А1, ну и давайте посмотрим за Фрисом. У Фриса респ на девятку, но, судя по всему, он не собирается туда идти, да. Фрис пойдет у нас на открытый плент, будет держать, скорее всего, верхний слева, пятую линию, не знаю, сейчас посмотрим, раскидочка. Через соточку от Нави, и выход на открытый плент, плюс зелень. Такой вот сплит на А, даются дымы, даются дымы против Фриса. Гукс делает первый минус на зелени, судя по всему, врывает членя. Ну же, Арсений, покажите нам глаз. Ай-яй-яй, Арсений полностью слепой, но, к счастью, ему удалось отойти. Старикс врывается через центр, делает минус. Ну и сейчас Гукса будет атаковать с двух сторон, с соточки и с зелени. Нужно сейчас грамотно это сделать. Уже Старикс уже на вышке. Вовсюду скачет, резвится, и нужно, нужно ему разменять. Ну же, разменяли Гукса, да, три в три. Карн на пятой линии, Фрис на пятой линии, и Моди на зигзаге. Давайте посмотрим за Маркеловым. Не успели мы на него приключиться. Минус нового Фриса, членя в деле, и в итоге один Моди. Делает минус с гранаты, плюс косят кого-то на зелени. И один в два, смотрим, смотрим. Отличный Моди, великолепная стрельба. И один в один. Один в один против Старикса. А причем бомба у Старикса, у Старикса есть 25 секунд, чтобы пойти куда-то с этим своим драгоценным мешочком. Ну, я имею в виду так, бомбу. Не знаю, почему мешочек, а пусть будет коробочка. Коробочка с кнопочками, с проводами, с тротилом. И Старикса ставит бомбу у нас на открытом пленте, на Моди. Сеня у нас пишет что-то странное в чат. Да. Написал, что не хотел в общий чат. И в итоге Старикс тачит раунд. 4-0 в пользу Нави. Да, эпичная фраза от Сени. На радость всем зрителям, наверное. Не буду я ее читать. Она очень плохая. Я думаю, вы сами можете ее почитать. 4-0. 4-0. Нави очень уверенно начали за Т сторону. Главное, чтобы за КТ они играли так же уверенно. Ну и пятый раунд отдача. Промахивается. Сеня промахивается. Видимо, трясутся у него руки после того, как он написал эту фразу. И промахнулся он у ХАЕшки мимо. Мимо створки. Ворот, если можно назвать, конечно, воротами. Эдвард сбривает на верх-низе. Гзисты и моди. Там где-то выброшена бомба. Нужно ее подбирать. Ну и в целом этот раунд у нас тоже не... Должен преподнести сюрпризов. Счет станет уже 5-0. И 5 раундов это... Отличный результат в начале игры. Конечно, я думаю, что это еще не конец. Фриз и Карн с этой компанией покажут еще, на что они способны. Покажут зубки. И наберет раундов, я думаю, так 8 точно. Но в любом случае, то, что Нави начали именно с выигранных раундов, это очень хорошо, приятно. И чувствуется, чувствуется уверенность в стане украинской команды. Два в три ситуации. Фриз и Карн невероятно-невероятно мертвые. Карн уже мертвый. И Фриз с АВП. Это может быть интересно. Фриз с АВП у нас на второй линии. А на закрытом планете у нас никого, в общем-то, и нет. Видим мы, что Сеня на зигзаге. Причем Фриз убивает, убивает он с Тенью. Ну и, конечно же, он все равно будет сейвить свое оружие. Или что? Нет, не сейвит. Идет, идет в атаку. Фриз у нас с деглом. Нет, побежал, побежал на Тень. И в итоге сейв уже в другой точке карты. Понимает он, что его где-то ищут уже на закрытом планете. Старикс, да, прочитал игру Фриз, красавчик. И в итоге успешно сейв АВП. И четверо террористы где-то на КТРСП на закрытом планете. А Фриз у нас на закрытом планете. Моди даже вот смеется. Но опять тоже что-то не в общий чат. Всех что-то мажут. Вместо сейтим пишут сей. Ну, вернее, они, конечно, это не пишут в консоли, но промахиваются кнопки, скажем так. 5-0. 5-0, Na'Vi впереди. И закупка от Fnatic. Очень важный раунд, потому что Fnatic'ам уже пора переломливать игру и брать ее в свои руки. Иначе потом будет очень поздно. И Na'Vi могут пустить реально в большой очень отрыв. Раскидочка на открытый планет от Na'Vi. Xist прячется за шестым вагоном. Давит флэш. Ох, прострелил Xist'а. Причем он даже, по-моему, не понял откуда. Ну, либо понял, что это с пятой линии откуда-то, да. И в итоге что делают у нас Na'Vi? Na'Vi у нас уже перетерывались на закрытый планет. Очень быстрая перетяжка. Маркелова делает минус с АВП. Ставится бомба. И Маркелова сейчас будет воевать с Фрисом. Фрис у нас будет на верхней горочке с АВП. А Маркелов у нас на первой линии с АВП. Маркелова смотрит у нас на третий вагон. И сейчас все-таки мы должны увидеть какой-то размен. Ох, замечает, замечает. Фрис Маркелова и убивает. Отлично, минус от Фриса. Маркелов не ожидал такой прыти. От датского снайпера, минус от Гукса. И, наконец-то, первый раунд за командой Фнатик. С чем мы их и поздравляем. Счет 5-1. И вот, наконец-то, доминация украинских кайсеров на этом раунде. Она в этом раунде была пресечена, по крайней мере. Это точно. Чтобы идти дальше, мы увидим совсем скоро. Быстрый заход на открытый плент. Маркелов через верхний, двое были через сотку, двое через зелень. Такой сплит со всех сторон. Промахивается Егор мимо пятой линии. Очень неприятно. В итоге Фрис убивает Маркелова. Ай-яй-яй, это плохо. Аркарно, отличный минус. Фрис в деле. Фрис разменен. Два ситуации. Сеня, Зеус против Карна и Моди. Моди у нас на сотке. Причем сейчас должен... Ох, чекать, он чекает делень. И сейчас просто будет спину убивать. Спину будет убивать Зеуса. Или что у нас? Зеус? Нет, Зеус видит. Отличный минус от Зеуса. Причем, нет, Зеус, походу, не видел Моди. Но вот шотную реакцию в голову был великолепный. И Карн сверхнизом. По нему инфы нету. Нет, Зеус там что-то высматривает. Высматривает Зеус. Понимает, что Карна может быть где-то там. И в итоге, по Карну фокус, по крайней мере, у Зеуса точно есть. Сеня чекает у нас подъем. Скоро Зеус будет ставить бомбу. Ну и посмотрим, что же будет делать Патрик Саттерман, капитан команды Фнатик. Невероятно опытный. И что он? Простреливает планету, убивает Зеуса. И один в один ситуация ставится бомба. Бомба. И раунд за Арсений. Хорошо сыграл Арсений. 6-1. И вот Нави продолжает гнуть свою линию. Не отпускает свои преимущества. И если так все и продолжится, то... Это, мне кажется, может быть плачевно для команды Фнатик. Которые тоже нужны результаты, нужны победы. Нужен топ-2, хотя бы топ-1. Не знаю. Хотя бы топ-1, да. Звучит очень хорошо. В общем, в любом случае, команды Фнатик нужны победы. У них перестановки в составе. У них ступитый перешел в моде. И, конечно же, все они голодны до побед. Хочет с ним расцветаться еще за АМК. Где они заняли на 4 место. Прииграли Монску Файл за 3 место. И если они прииграют еще и эту игру, то... Снова они будут играть за 3 место. Мне кажется, это их не устраивает. Они хотят пробиться в финал. Так что... Думаю, все-таки Нави пока не стоит расслабляться. И нужно максимально каждый раунд отыгрывать. Без каких-либо расслаблений. Зеус у нас в доме. Эдвард у нас на соточке. И 3 игрока у нас выйдут на зелень. Будет попытка выйти на открытый плент. Эдвард будет раскидывать, судя по всему, флешки с центром. И игроки будут заходить на зелень. Зелень у нас контролируется Гуксом. Давайте посмотрим за Расмусом Шталь. Где же наш Гукс? Причем карта 4 хп. Всего 4 хп у Карна. Наверняка сейчас будут размены. Гукс делает минус. Отличным последним патроном бывает Маркелова. Хедшотом. И в итоге... Целлисты уже в меньшинстве. Сеня выходит. Его разменивают. И ситуация 1 в 3. И Зеус у нас, к сожалению, не смог сделать минус. Продогаю халтэ. Мы толком ничего не поняли. И в итоге 6-2. Раунд за командой Фнатик. Отдача у Натус Винстри. Они ведут у нас масс на закрытый плент. Там у нас всего один игрок, по-моему. Это у нас Моди. Ну и давайте посмотрим... За Андреасом Фридхом. Ох, какую просто мясорубку он устраивает на нижней горочке. Минус 3. Он делает и фриз. Последний минус с Юлиспа. Счет 6-3. И мы ждем очередной закупки от украинцев. Будет ли она в этом раунде, судя по всему. Будет, да. Есть калаш у Старикса. Решили-таки закупиться. Ребята, судя по всему, без АВП будут играть в этом раунде. Видимо, раздумывали. Под накопить денежат на следующий раунд купить АВП. Либо сыграть с калашами. Но сейчас. И, видимо, решили выбрать калаши. Что же тут получится? Старикса в поделении. Трое в доме. И сегодня, как будто там же. И Моди у нас тут дает раскидочку с Нижней Горочки в дом. И в итоге у нас на Ви упали на холд. Зеус психоник проходит на закрытый планет. Давайте посмотрим. Будет у него встреча с Моди. Моди стоит на чек. Будет откидывать флешку. Ну и где же у нас Зеус? Зеус у нас. Зеус. Зеус. Зеус уже ушел. Ушел он с закрытого планета. И в итоге будет атака на А-плант. На открытый. Старикс, Сеня, Зеус. Через зелень. И Маркелов будет выходить в центр. Причем Эдвард тоже у нас идет на зелень. Будет выход массовый. Массовый выход под зелень. Четыре террориста. И их снова будет встречать Гукс. Смотрим за Распусом. Один минус от Гукса. Тут же Фриз. Гзиз включается в игру. Фриз с своим отличным АВП. Гзиз второй минус. И Маркелов один. Четыре. Тут без шансов. Раунд за Фнатиками. И видим мы, что немножко вот на Ви подсдулись. И вот уже не могут нормально выходить. Делают минуса. Выходят и умирают. Немножко нехорошая тенденция. Но в любом случае, количество раундов позволяет им уже особо не переживать за вторую сторону. Играть им будет вполне, вполне нормально. Даже в случае прогреша первого раунда. Трой дом. Старикс стоит на респе. Зеус тоже дом. Отдача. Отдача на закрытый плент. Причем не особо торопятся террористы. Видимо, есть у них что обсудить сейчас в этот период небольшой паузы. Ну да, и плюс, почему бы им не прихолодить, не сбить темп противника. Потому что Фнатик, в общем-то, нагнали оборотов. Набрали оборотов. И, видите, у них все получается очень-очень хорошо. 6-5. Фнатик близки к тому, чтобы сравнять счет. Ох, встречает Старикса, к сожалению, мог бы он сейчас натворить дело. На пятой линии, если бы пробежал, убил его Гукса в спину. Эдвард делает размен. 3-4 ситуации. Гукс снова не дает ничего сделать на зелени. И в итоге что у нас творится? Эдвард уже на закрытом пленте. И Маркелов. Маркелов сейчас может поймать. Поймать наверху из одного из контрров. Ну-ка. Где-то у нас был рядом Контрас. Совершенно рядом. Да, поднимается к Зист. Маркелов дождался, дождался. Ей, видимо, была инфа. И ситуация 2-2. Нави нужно брать. Нужно брать, если хотят побеждать. Этот раунд был бы для них просто великолепным. Эдвард. Ой, фриз. Великолепный выстрел. И 1-2. Маркелов с Калашом. Что же делать с Егором? Егору приходится отходить на открытый плент. Либо делают вид, что он отходит на открытый плент. Ох, гукс, гукс. Чекает, чекает Маркелова. И в итоге раунд. Ой, раунд. Нет, раунд-то не за фнатиками. Очень сильно покосали Маркелова. Но бомбу он поставит. Это точно. В итоге фриз бежит у нас на всех ногах. На всех парах. А Маркелов-то под фризом. Под фризом находится Маркелов. И фриз пока этого не понимает. Ищет, что он Маркелова не там, где он есть. Думает, что он за поп-догом. А его и нету. Где же Маркелов? Маркелов сейчас может поплатиться за то, что стоит спиной. Да, да, да. Сейчас прощупает Маркелова и, к сожалению, раунд за фнатиками. Нужно было бы быть Егором немножко посторопнее. Смотреть по сторонам. Тогда бы, возможно, раунд осталось копилочки бы Нави. Но ладно. Не будем за это сильно ругать Егора. Он так поступил довольно хитро. Обманул дурака на четыре кулака, как говорится. И в итоге 6-6. И что же у нас у Нави? У Нави закупочка. Благодаря поставленной бомбе денег у них хватает. И видим мы трое, даже четверо по соточке и Зеус в доме. Раскидка ХЕ-шек массовая. 5 ХЕ на тендер. Никого толком не взорвали, к сожалению. Карну вот разве что. Пол КП мы сняли. И перетяжка в дом. Возможно, нас ждет выход на закрытый плент. Продолжение следует. Минус за Фрисом. Хорошо встречает он нижнюю горочку. Пошла раскидка. И минус от Аликса от Эдварда. Фрис. Отличный минус. Фрис стабилен, как никогда. И видим мы, что вот это датское приобретение фнатиков, которое изначально, может быть, некоторыми воспринималось немножко негативно. Во-первых, потому что это легионер. Вся команда Швеции. Ну, состоит из шведов. А Фрис у нас датчанин. То есть были там вопросы о том, что, может быть, он будет плохо разговаривать там на языке и так далее. Но видим мы, что Фрис, вот благодаря его стайперскому таланту, то есть действительно с АВП играет он шикарно. АВП у него очень стабильное. Идет на первом месте 17 на 6. Штампует фраги просто как пирожки в духовку. И явно с этим человеком, с Майклом Йоргенсеном, с Аликсом не прогадали. Так же, как пока что не прогадали с Моди, потому что Моди показывает себя с хорошей стороны. Штампует минуса тоже очень и очень здорово. 8-6 и последний рамп на наших кранах. Наконец-то будет закупочка после отдачи. Может быть, не самые лучшие. Посмотрим, есть ли АВП. Нет, на АВП денег не хватает. Вижу, я галил даже у кого-то. Так что с деньгами все не совсем так гладко, как могло бы быть. Ну и... Смотрим. Видим Маркелова Эдварда в доме. Сделали маздом. Маздом от Нави. Закрытый плент, как всегда, держит у нас в Моди. И Карн. Карн у нас за... Пупдогом на открытом пленте. Зивус и Марик делают оттяжечку с закрытым плентом. Стенья выходит, центр делает минус на центре. К Зисту нужно его разменивать срочно. О, у него это получается. И ситуация у нас равная 4 в 4. У Фриз АВП. А вот у Фризов нет. И, видимо, поэтому Нави не идут на закрытый плент. Видимо, чуйка сработала на то, что Фриз именно там. И на туда идти опасно. Видимо, не боятся Нави. Гуксы на зеленье, которое очень неплохо там сберевает людей. Помню, я еще халатик с ЕМ Киева, где Гукс из этой же позиции с халашом сделал минус 3 на Москву 5. Просто зажал и... Спрейм поймал у всех троих. Но тут у него получается сделать всего лишь один минус. Маркелов его разменял. Ситуация 3 в 3. Ну и я думаю, что это посмотреть за Фризом. Фриз, который сейчас будет оттягиваться с закрытого плента. Очень грозен и опасен. 2 в 3. Убили, убили Гзиста. Ох, промахивается Фриз. Это что-то новенькое. И в итоге... Ох, разменяли Фриза. 1 в 2. 1 в 2. Моди у нас. Пятая линия. Убивает, убивает Паркелова. И 1 в 1. 2 хп. 2 хп у Моди. Неужели Эдвард не сможет его убить? Неужели он его не сможет убить? При этом Эдвард сидит на очень интересной позиции. На ящике. Его не видно под вагоном. И в итоге раунд за Нави. 8-7. Отлично проведена первая половина. Действительно, гуд халф, как пишет Карн. И с Миностаром посмотрим, что же покажут нас на Нави за контров. И в частности, посмотрим на очень важный первый раунд. Раунд. Действительно, гуд халф. Раунд. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ладно Все равно неплохо И 3 в 2 ситуация На верхней горочке у нас есть Один из террористов Это Моди Минус от Деуса Отличная игра от Иоанна И смотря на то, что Немножко он вначале Сыграл, может быть, необдуманно Но, тем не менее Нужно Маркелову слышно дефузить Где же Марик? И Садится дефузить бомбу Нужно Карна убивать Карна убивает Ну же! Да, убивает Карна И раунд за Натус Винстере 8-8 Повезло Повезло Сейчас, если бы Карна Сберила бы Маркелову Которого были единственные Дефузы на всю команду То это было бы ГГ Ну, либо если бы Марик Был бы еще Чуть-чуть подальше В любом случае Без везения не обошлось И Первый раунд За командой из Украины И это не может не радовать Смотрим, что будет дальше У Na'Vi Отличная возможность Пройтись по Фанатикам просто катком Потому что Играет они за контров Но вот Фанатик Решили рискнуть Тоже Папи-шампанский Старикс Отлично забивает моди Так вот Решили рискнуть Взять Диглбай Плюс Галил у Гукса То есть Сыграть от Оружия От нормального Более-менее И Пока это Совет-Полдовщи Не принесло Смотрим, что Будет дальше Вот еще есть калаш Калаш есть Теперь у Фриса И пока Фанатик Решает Куда же им идти Эдвард занимает Вышку Сеня Смотрит Зелень Маркелов Зигзаг И Зеус у нас На нижнем планте На нижнем горочке На поблоге Если быть точным И Старикс У нас смотрит Верхнюю горочку В общем Все хорошо взято Фанатик собирается Идти под закрытый план Либо под верх-низ Судя по всему Под верх-низ И там у нас Эдвард Получает флэш Сейчас будет просто Раздавать по щам Смотрим За Иоанном Сухаревым Нет Не суждено Эдвард сделать Минуса В этом раунде За него это делают Маркелов и Зеус И последний Кто же Последний минус А последние два минуса Гукс и Фрис Кто же сделал Последние два минуса Минус от Марика И минус от Марика Да Последний два минуса Сделать Маркелов В счет 9-8 Нави вырвались вперед И у Фнатиков Фнатиков Отдача Наконец-то Полноценная отдача По-моему Только у одного Был Дигл Там может быть даже И показалось Насчет Дигла Да Нет Диглов Полный слив И Нави уже Вырвается вперед С 10-ю Раундами Попытка выйти на открытый плент Он говорит, что это Членикс Действительно не верю В том, что Нави играет честно И раунд за Наплус Винцер 10-8 10-8 Видим мы, что уже буржуи В теме Членикса Возможно сделали К ролику Ну, к там, известному ролику Английские субтитры Именно поэтому Они в теме Ну, а может быть просто они Ну, я даже не знаю Откуда они могут быть в теме Может быть просто им рассказали Благо многие Игроки знают английский Могут повообщаться нормально Фнафик, наконец-то, за кубочка Выходят они на открытый плент Жесткие размены Минт от Старикса И раунд за Нави Причем очень быстрый Раунд 11-8 Не получился, знаете, нормально выйти на открытый плент Все легли Все полегли И Нави, Нави, Нави Очень неплохие шансы Очень неплохие шансы На то, чтобы сейчас вырваться Вперед И прямо-таки Ухватить Победу на двух картах Не на трех Как могло бы быть, например А на двух Масс-дом Масс-дом У Фнафика У них отдача Глоки Плюс есть флешка У Карна Карна будет давать Ну, судя по всему Где же у нас Карна-то? Ну, вот Карна с флешкой будет давать Эта комменталочка будет Диоса в лицо Но толком от нее Толком от нее будет мало Диоса стоит на чеке Дает флеш И сейчас будет просто принимать Да, еще тут ХЕ-шка Даже от Диоса была Отлично, ХЕ-шка И без шансов Для шведов 12.8 Нави показывает себя С наилучшей стороны По крайней мере Против отдачи уж точно Ну, теперь ганв-раунд Ганв-раунд у Фнатиков И это может быть опасно Если сейчас Фнатики проиграют То Ну, Нави Фактически уже Выйдут на финишную прямую Если же Фнатик возьмут раунд Чего Украинцам нужно не допустить То и Фнатика могут Довольно быстро догнать Догнать украинцев Смотрим Болеем за свою любимую команду За любимую страну Я не знаю у кого что Может быть нас смотрят шведы Может быть просто кто-то болеет За Фнатик В общем Ваши личные предпочтения Это ваше личное предпочтение Болейте за кого хотите Главное Не болейте Гриппом Моди Вместе с тиммейтом Изистом У нас перемычки На закрытом планете Карн у нас Оттягивается к ним же И Фриз в доме Пока контролит У нас вверх-вниз Старикс С ВП Держит закрытый плент Зиоса Разменяли В любом случае Хотя бы размен был И давайте посмотрим За Стариксом Старикс у нас Чекает с куча С третьей линии С ВП Теперь чекает девяточку В общем Я думаю что Именно за ним Стоит смотреть Потому что Фнатик у нас Направляется Именно на закрытый плент Причем Есть ли АВП у Фриса Давайте посмотрим Если АВП у Фриса есть Давайте посмотрим лучше за Фрисом Да, есть АВП у Фриса Смотрим мы за Этим датским игроком Минус от Старикса И Фрис разменивает Да, не зря мы за ним смотрели Отлично Ох, Фрис великолепен Просто великолепен Фрис Смотрит в спину 2 в 2 ситуация Ставится бомба Под девятку Убили Фриса Наконец-то Потому что мог он Нагадать наделать делов Гзист отличный Отличные три патрона Прямо в цель И один в один Маркелов попадает Да, Марик попадает Марик не промахивается И 13 раунд За НАТО с Винтери Молодцы Молодцы Следующий раунд Фнатик будет отдача Либо Волевой полузакуп В любом случае Нави с каждым взятым раундом Себе задачи очень упрощают И Что мы видим У Фнатик Нет, есть у них Да, есть деньги Всюки была поставлена бомба И даже есть АВП Дропнуто Так что С Зигами Все хорошо И Еще один шанс Для Фнатиков В этом раунде Не допустить Разгрома Отличные размены В пользу Фнатик Зист Мод Делал первооткрывающие минуса Хорошо Они очень Ворвались Через соточку Сделали размены На зелье Маркелов С АВП И вот тут же Разменит Фриз Ну и давайте Посмотрим За Майклом Йоргенсеном Майкл промахивается Что опять же Для него Весьма и весьма Нестандартно Зевас бывает Экзиста И 1-2 Эдвард у нас И Ансухарев Заходит в спину При этом Фриз Его не чекает Нет, прочекал Но Ох, но не заметил Не заметил Эдвард Фриса И Фриз сейчас Фриз тоже не замечает Эдварда И Забавная ситуация Жаль Вот почему нужно играть На майтскрине Потому что Больше Больше деталей Попадает в ваш экран И вы можете Вот увидеть Такую ситуацию Допустим врага Который был В углу экрана А поскольку Эдвард его не заметил Я могу сделать вывод Что играет он На формате 4 на 3 То есть не на майтскрине И его просто не было В экране его монитора А у нас был Печалька Печалька И мне кажется Действительно Это является Большим Большим за Переход на майтскрин Не знаю почему Многие все еще По старинке Играют на 4 на 3 Смотрим За игрой Зеус Тарикс У нас на нижней горочке Маркелов на зелине Вместе с Сеней Который контролит То сотку То зелень Вот поменялись Они сейчас местами Маркелов ушел на 5 линию А Сеня Будет контролить зелень И Эдвард у нас С вышки контролит Верхниз Контролит сотку И готов если что Помочь на зелине Давайте посмотрим Именно за Иоанном Сухаревым Все таки С вышки у него Отличные шансы Ну или за Сеней Давайте даже лучше за Сеней Потому что он в упоре Смотрит зелень И сейчас Сейчас будет Ох встреча Против 3 терроров К сожалению Тайминг плохой Попал он прямо на них Ну и смотрим За Эдвардом Не получается У Эдварда Сделать хайлайт Как он сделал На ВМ Киеве Где отлично Сыграл на Вышке И в итоге Оборона Нави Разгромлена Открытый плент Зачищен И бомба Поставлена Не дали Не дали Марику Застрелить свое ВП Его нашли И счет у нас Уже 12-10 Все таки Не смогли Нави Довести игру Прямо таки До легкого победного конца Снатик сопротивляются Но нам Тем интереснее смотреть Я думаю Тем интереснее За кубочку у Нави У Фнатика Естественно тоже Фриз Смотрит соточку С ВП Кто-то выходит Вверх-низо И Крису У нас еще какой-то Закрытый плент Пока без особых приключений У нас игра идет Верни раунд И Покоса неплохо к Зистам Убили Зевуса И Фнатик решили оттянуться Оттянуться с закрытого плента На открытый Но вот как туда они будут заходить Пока непонятно Видимо снова через зелень Мы это уже видели От Нату с Винцери Однако у Нави Это не очень получалось Там их очень хорошо Сочетали на зелень Там был Гукс Который делал там по минус 2 И в итоге Уже втроем Контрр остается Втроем В живых И сейчас Сене нужно будет делать Минуса на зелень Если он с этим не справится То Раунд будет сразу же Одан Да Гзист делает Отличный хедшот Сеня улетает И 2 в 5 Эдвард и Маркелов Марик с ВП Делает великолепный Хедшот Понимает он Что больше На закрытой планете Никто не выйдет Эдварда убивает И Марик Против 4 террористов Будет конечно же Сэвить Своя ВП Убивает Фриса Его Зеленая пушка Казалась круче чем Зеленая пушка Фриса Ну и теперь конечно Марику было бы неплохо Все таки засырить Свое оружие И Нет Нашли Марика Нашли и Убили 13.11 Фнатик догоняют Медленно наверное Догоняют Нави И Украинцам нужно с этим Что-то срочно делать Потому что таким образом Фнатик могут догнать И перегнать Отличный прострел От моди Но это отдача Отдача У украинцев Конечно Прострел был красивый Но Все таки Против пистолетов Это не так Здорово В любом случае Раунд останется За командой Фнатик Счет станет уже 13.12 Хотя Хотя Давайте не будем Загадывать Заранее Все таки Нет Сейв Сейвит Зеус Да Не рискует Не рискует И при этом Фрис Сейвит Нет Зеус Сейвит Сейвит Свой калаш Счет 13.12 Фнатик догоняет И вот В этом раунде Нави нужно Свою закупочку Реализовывать Иначе Фнатик догонит И перегонит Потому что В случае Очередного Из этого раунда У Фнатик Будет отдача И тогда Ой У Нави Будет отдача И шведы Возьмут А14 Раунд Свою копилку А это Ну уже Более чем Опасно Карн По зелени Фрис Содочка И три игрока У нас идут На закрытый плент На закрытом пленте У нас Зеус И Наверное Старикс СВП Да Это Старикс Именно он держит Закрытый плент Именно он встречает Промахивается Попадает в ногу Гуксу Должна быть Хаешка Хаешка Должна быть В Гукса Чтобы его добить Взрывает Но не попадает По Гуксу Гукс видимо Нет Гукс у нас Прямо таки В активных действиях Но его Все равно как-то не взорвали Даже странно А в итоге Убили Гукса Наконец-то СВП Убили Гзиста Неплохие размены И давайте-ка Посмотрим за Карном Фрисом Отвлекает на себя внимание А Карн Очень опытный Идет Дождался Дождался Сеня Карна И раунд За украинцами Нави Счет 14-12 Нави Нужно Счет 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 Нави Выходит Финал Техлапса 2012 Где они Встретятся Либо с Китышнет Либо с СК Но У Фнатик Все еще Есть Обстоянные Шансы На То что Они могут Перевести Игру В свою пользу Как минимум Нави Здесь уже В перемычке И судя по всему Будет заход Именно на Закрытый Плент Там у нас Старикс Там у нас Там у нас Зеус Зеус и Старикс Контролят Закрытый Плент Ну и давайте Посмотрим За Сергеем За Сергеем Ищуком Как он справится Со своим АВП Дымы полетели Сергея Пытается он через Дымы Кого-то убить Дает хаешку Отличная хаешка К Зисту Почти в ноги Ой Промахивается Промахивается Старикс Очень неприятный Промах Мог бы он Спокойно Делать минус Тем более Что в деле Фриз Ох Смог убить Фриза Перед смертью Это хорошо Потому что Фриз мог бы Наделать Делать Очень сильных Сеня в деле И 2 в 2 ситуация Сеня дал инфу Что есть Один враг На фейке Плюс Сеня Стрелялся с Моди Как он не убил Моди Непонятно И в итоге Марик с ВП Конечно Очень маломобилен Раунд За Фнатик 14-13 Шведы Не сдаются Да Ситуация Не из легких В итоге Отдача У Нави Счет Будет 14-14 И вот Потом Будет Момент Истины Как я это Называю Либо Будет Удактайм Либо 16-14 Чуть Либо Пользу Всего Два Пути И оба Пути В принципе Интересные Террористы 14-14 счет сравнялся, счет равный Всего два пути, как я уже сказал Либо овертайма, либо Победа одной из команд Смотрим за кубочку у обеих команд И момент истинный Гукс, Гзист с бомбой по зелени Карн, соточка, фриз, моди у нас в доме Синя смотрит Зелень, как я понял Или что? Синя пришел к кресту Холодят на теке, пока не требуется никуда выходить И похоже, что Гзист с гуксом уйдут С зелени А тут еще и фриз с карном Похоже, будет выход на закрытый плент Там у нас Зеус И Старикс, Старикс с АВП И Зеус, как обычно, с М4А1 Плюс Эдвард заходит в аркаду по верх-низу Давайте посмотрим за Эдвардом Будет ли он что-то делать Или просто останется на верх-низе Нет, просто контролирует вверх-низ Ну и Марик Марик Пошла жестко раскидывается на закрытый плент И сейчас все зависит от Маркелова От Старикса, от Зеуса Ой, сносит Маркелова Сразу же сносит Маркелова Очень, очень обидно Сносит Эдварда И где же Старикс? Старикса жестко зафлэшили Убивает Старикса И раунд за Фнатиками Это абсолютно точно Сегодня он будет сейвить свое оружие И то ему вряд ли это дадут сделать Неужели мы увидим третью карту? Это будет карта ДАС-2 И обидно, конечно, видеть, что Нави на трене Где могут разойтись с АВП Там Маркелов, Старикс Очень обидно видеть, что Нави эту карту проигрывают Либо, ну, либо овертаймы Пока еще непонятно Но, скорее всего, они эту карту проигрывают Потому что, видимо, мы у них Плохую очень закупку Диглы и Фамасы Это, конечно С Взятием раундом И имеют очень малое Отношение Снова Фнатик Закрытый плент Убивают Зеуса Ну и, похоже, это ГГ на второй карте Если бы Зевус смог сделать Размен хотя бы Или что-нибудь другое Интересное Тут наверняка есть АВП Да, Фрис Давайте посмотрим за Фрисом Мне кажется, что сейчас Майкл будет штоповать Просто фраги Ну-ка Эдвард с Фамасом Нет, а это ГГ ГГ на второй карте К сожалению К сожалению для всех Болельщиков украинской команды Она проигрывает Вторую карту Счет 16-14 В пользу Фнатик Не смогли дожать Ребят на трене Очень жаль за контров Да, печалька И нас ждет третья карта Это будет Дедас 2 И, конечно, нас ждет небольшой Я думаю, перерыв Пятиминутный Так что далеко не уходите Пятиминутный